Как раскрутить свой блог так, чтобы он понравился читателям и не было мучительно стыдно за свои публикации? Чтобы не было стыдно за свои публикации, если ресурсы раскручены, если его каким-то образом раскручиваешь, то надо его раскручивать обязательно не только с помощью механизмов, которые позволяют накручивать лайки и затаскивать каким-то образом с помощью обмана и сам за уши читателей. Надо реально иметь хороший контент. Ну, а чтобы был хороший контент, для этого есть два пути. Стырить у кого-то хороший контент, ну три тогда. Заказать кому-то хороший контент и написать его самому. Первые два, стырить или заказать, это не мой вариант, я вот такой вариант не выбираю. Мне не нравится такой вариант. Стырить это вообще плохо. Если я уж что-нибудь и тырю, уж я скажу честно, то это я тырю иногда изображение. Вот эта штука то, чем я отгрешу. Но я стараюсь брать изображения из самых открытых источников. Вот прям там поисковик. Запускаешь, например, мне надо найти, например, картинку моря. Набираю там море, да, там на Яндекс.Картинках и выбираю красивую картинку. Все. Тексты, видеоматериал я никогда не тырю. Кстати, если бы эти картинки, внизу был бы, предположим, копирайт автора, я бы их обязательно сам вставлял. Если бы автор заявил, я бы заплатил на стоках и на различных банках. Я тоже иногда покупаю. Но в последнее время все больше я стараюсь делать и фото сам. Благо у меня для этого, в общем-то, все есть. И возможности, и аппаратура, и все остальное. Заказать кому-то материал, ну, понимаете, тогда где же ваш блогинг-то, собственно говоря. Ну, вам не будет стыдно, может быть, за материал написан профессионалом. Только вы-то какой имейте отношение к нему. Как содержатель своего канала, может быть, но это фигня. Это уже некого рода продюсирование темы. А вот для того, чтобы самого писать хорошо материал, надо просто эту тему любить. То есть не нужно никогда пытаться хайпануть только потому, то есть собрать дешевт какой-то, хайпануть в той теме, в которой вы даже не рубите ничего, но только потому, что она хайповая. Нет, я больше всего скажу. Вот я сколько лет пишу в теме боевых искусств, это вообще тема-то, вот если на ней деньги зарабатывать, она не перспективная. Без перспективня, как это говорится, по одной простой причине. Ну, сколько занимается боевыми искусствами людей от всех потенциальных, сочетателей, которые в интернете есть. Ну, немного. Например, если сравнить даже с теми, кому интересна тема про беременность и роды, это гораздо больше контингент. Потому что каждая молодая семья, молодые папа, молодая мама, практически каждая проходит через эту тему. Им рано или поздно становится это интересно. Они по той или иной теме ищут свои ресурсы, связанные с этой тематикой. ЗОЖ. Общая тема. Медицина, например, там тоже. Или спина больная. Тоже тема такая, которая вот более популярна. Почему? Ну, потому что у каждого первого раз в жизни до спина заболит. А у кого-то она постоянно болит. Ну, понимаете, такие вещи. То есть потенциально рынок читателя намного больше. А по боевым искусствам нет. Тем более в боевых искусствах полный раздрай. Вы одному понравитесь, другому не понравитесь. Кто-то ортодокс, а кто-то любит новоделы, а третий посторонник ММА. То есть вы всегда не попадете в аудиторию. То есть те, кто принимает то, что вы пишете, их будет очень мало. Поэтому пытаться всем угодить это абсолютно бесполезно. Поэтому надо писать то, что нравится непосредственно вам. И со временем все это дело выстрелит. Если вы в этой теме понимаете, имеете свое мнение, умеете его конструктивно и методично, главное последовательно доносить до самочитателя, то все это дело сработает. Будете имитаться, пытаться поймать какой-то тренд. Может на каком-то кратком этапе у вас что-то получится, но в долгосрочной перспективе вы просто не выдержите такого темпа, вы быстро издержитесь и стреляетесь, выиграете, и ничего работать у вас больше не будет. Вот. Так вот, чтобы за свои публикации не было стыдно, надо быть профессионалом в своей теме, любить ее и писать, собственно говоря, от души. И не будет стыдно. Если кто-то стыдить будет, не надо обращать на это внимание, потому что надо понять, а судьи кто? Цените себя, свои знания, понимайте только объективно, что вы из себя представляете в этой теме, и все. А на собственное мнение имеет право каждый. Вы как блогер, а ваш читатель как читатель. Так что все нормально. Продолжение следует...